добрый день зрители моего канала добрый день зрители канала гарри у нас сегодня в гостях снова гарри табах замечательный человек из соединенных штатов америки офицер в мс в мс сша гарри мы у нас конечно сегодня забойная новость привет самый дружелюбный самый приятный разведывательные службы в мире ссср привет привет ответить надо обязательно обязательно самая конечно горячая новость с моей точки зрения это то что происходит на границе белоруссии польши и литвы да то есть то есть вообще я вообще в ожидании начала третьей мировой войны потому что в общем судя по тому как все судя по тому как все это идет я для себя выхода уже вообще не вижу совершенно не вижу потому что ну напомним для тех кто вообще ничего не знаете что не в курсе да хотя я так думаю трудно быть не в курсе такой новости значит лукашенко собрал кучу мигрантов с востока завез их чартерами беларусь и затем такси и прочими всякими средствами наземного транспорта перебрасывает их к литовской и польской границы для того чтобы они эти мигранты затем незаконно пересекали эти границы естественно поляки с другой стороны и литовцы объявили у себя там чуть не военное положение ну литовцы объявили чрезвычайное положение а поляки стянули к границам войска пограничников в строят строчь срочно стену как могут да из там из этих самых из колючей проволоки там и прочих всяких дел и самое главное что в общем эта вещь совершенно не безысходная да потому что эти когда понять пытаются этих людей оттянуть от своей границы с той стороны стоят войска белорусские пограничники белорусские которые не пускают этих мигрантов обратно на территорию то есть в общем таким образом лукашенко пытается устроить с помощью этого пушечного мяса мигрантского миграционный кризис в европе я хочу тебе сказать что смотри война конечно всегда висит над нами и украинцы сильно переживают из-за этого все переживают но когда идет такая подготовка обычно это мое мнение когда ты готов к такой войне ее не будет главное быть готовым и украинцы готовятся и конечно у них там все говорят что будет сейчас война будет сейчас война использует это тоже в политических целях мол не трогайте сейчас наше правительство не критикуйте его поддерживаете надо консолидироваться каждый будет использовать это своей пользе на страдать будут вот бедные еще несчастные люди беженцы много из них нормальных людей большинство наверняка но и среди них затесались конечно же и террористы и бандиты и все остальные то же самое происходит у нас на южные границы кто кроме того про только что их пускают всех вот я не думаю что это лукашенко я думаю что лукашенко вообще там никакой роли не играет он он как тиска марионетка как-то по-русски говорят это еще что пути абсолютно все это делает путин почему он это делает а потому что может потому что нету нету ответа лидера мирового который мог бы ему ответить вот зуб даю при трампе этого не было бы более того при трампе бы этого афганистана не было этих бы беженцев не было все это можно было избежать нулевые силы как видишь и где европа а европа сейчас станет кричать что поляки фашисты поляки фашисты уже 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 началось потому что поляки поляки не пускают общественной организации с той стороны даже красный крест не пускают то есть не пускают никого чтобы не снимать не фашисты правильно да и в общем уже уже начали начались такие разговоры так а кто у нас выигрыши здесь скажи мне ну выигрыши путин лукашенко и мигранты которые которые вот которые у нас на американской южной границы да они выигрыши таки такие же мигранты дай куда не поехала собака байдер предложил что если их у нас отделяют их от детей потому что разобраться потому что если ты с ребенком или ну с несовершеннолетним у тебя бесплатный проход сразу проходишь и что получалось что они воруют детей шантажируют берут разные схемы с детьми их разделяет так вот байден предложил платить по 450 тысяч долларов за каждую семью нелегальную которых разделили с ребенком и держали их отдельно выделиваем пока выясняли отношения ли это их ребенок или нет вот понимаешь такие дела я вот думаю жалко у меня нет несовершеннолетних детей иначе бы я за каждого за каждого нашего убитого солдата выплачивает страховкой 400 тысяч а иммигрантов которые разделились детьми которые нарушили американский закон и въехали в америку нелегально нарушив американские им по 450 тысяч вот такие у нас решение конечно тебя задать вопрос что я расслышался 450 тысяч до долларов я завтра еду у тебя есть несовершенные дети за которых тебя могут уходить нету но я потом а потом что за такие деньги я найду я можешь меня усыновить я уже не писаюсь или пока не писаюсь не знаю но видишь ну надо же учиться со своих ошибок я считаю что ошибки были допущены в америке во всем мире тебя включая туда без того кто у нас сейчас мировой лидер а мировой лидер это традиционно президент соединенных штатов америки где он видела видео где показывают саакашвили исхудавшего и он кричит на них видел это видео где его друг байт где его все друзья меркель все его друзья где они все что молчат ничего не говорят вот не было бы этого при трампе зуб да и не было поэтому отвечаю на твой вопрос который тебе задали у бабушкина спросили тебя почему табах говорит что путин не хотел трампа ты говоришь у него спросите да я не думаю что там были хотел или не хотел это политика насколько я их знаю понимаю это было все равно я думаю что первоначально они думали что трамп это такой жириновский что он расколет америку что в америке начнется хаос экономика рухнет война начнется с кем-то в северной корее лечит чем он ломает дров и что они не пытались сделать он дрова не ломал а наоборот у него все получалось и цены на нефть были низкие безработица была самая низкая и россия сидела тихо и северная корея сидел тихо и иран сидел тихо и на ближнем востоке мир стал подписываться договора скажу война будет если он перенесет но уже тысячу раз я все это говорил повторял они думали что не получилось что это жириновский был и вот теперь ты говоришь кстати ты говоришь точно такими же словами что и швыц говорит и все остальные леваки что было вмешательство выбора и доказано было что вмешательство было со стороны россии за трампа вот нету таких доказательств было четыре это неправда было четыре расследования демократами они не нашли никакой связи между трампом и россией их их же расследование было ни одна из наших 17 разведывательных органов не сказала что вмешательство было на стороне трампа они сказали что было вмешательство как на стороне трампа так и на стороне клинтон и они хотели внести раздор и у них это получилось но получилось не за счет трампа за счет левых они стали кричать все эти а сейчас мы сейчас мы узнаем что этот данченко работал на фсб что это придумано вот это досье было там что его продали клинтон а клинтон уже оплатила это все и демократическая партия оплатила чтобы подорвать и оклеветать президент сидевшего президента соединенных штатов америки то есть куда танк устроить но это уже делала же фсб это из фсб исходит через данченко 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 гражданин россии теперь скажи мне если данченко гражданин россии это выходит из фсб это против трампа то на чьей стороне было вмешательство на стороне трампа или на стороне клинтона на стороне путина нет ну а почему я ухожу от прямого ответа знаешь почему я скажу от прямого ответа потому что натура такая во первых да во первых натур так меня учили меня три года так учили ну что что и диплом я да за это получил даже секретный хотя мне вот нет не красный обыкновенно нормальный синий знаешь как это старый анекдот я предпочитаю иметь красное лицо и синий диплом чем наоборот вот поэтому но красное синий не голубым получается нет не голубым вот но а значит почему почему я говорю говорю потому что когда было были первые выборы в 2016 году то даже если предположить что все это сделал путин специально для того чтобы трампа провести в белый дом что он сделал что он сделал ну там вмешательство там вот публикации этим самым имейлов клинтон такая наша разведка наша разведка чиновник говорит что столько же имейлов было и на стороне клинтон я сейчас не об этом я сейчас подожди я подай подойду говори что даже даже я говорю даже если предположить что это было все так проблема заключалась для трампа в том что когда все это дело случилось и когда он пришел в белый дом у него были связаны руки у него оказались связаны руки в развитии отношений с путином потому что чтобы он не делал с путином его стали бы обвинять если бы он хорошо ему говорили вот путин его купил да если бы он делал плохо ему говорили а это он оправдывается потому что путин его купил и в этом смысле он получился в патовой ситуации ему нельзя было ничего сделать у него были связаны руки и кстати обама специально это сделал очень хитрый ход в декабре месяце помнишь когда в декабре месяце 35 шпионов путинских выйти выкинул из америки и таким образом он это было за три недели до инаугурации ну там за месяц до инаугурации там в двадцать пятого декабря прям на рождество и таким образом обама подложил трампу подарок новогодний и рождественский и сказал себе вот тебе вася чтобы ты не сделал придя в белый дом у тебя теперь связаны руки у тебя патовые ситуации много чего сделал он еще дал и рану там миллиарды долларов и палестинцам дал у нас у нас в этом случае нас интересует вот этот шпион да 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 совмешательством и поэтому и вот именно в этом смысле я говорил что путин если он не дурак а путин все-таки не 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 совсем дурак если он не дурак то он не будет повторять такую же вещь на вторые выборы вот почему когда ты мне задаешь вопрос кому выгодно и я исхожу из того чтобы путин все-таки не дурак да и поэтому он не будет повторять такую же вещь точно такую же вещь на следующие выборы ну да но все равно по инеркции это шло по инеркции шло все говорили что он все разопыт потому что ненависть к трампу к путину затмила очень многих людей вещь а как говорила древняя военная поговорка китайская что если ты ненавидишь врага то ты уже проиграл и также сказал по-моему бен гурион или мощь и даян сейчас не помню арабы никогда не выиграют у нас потому что они нас ненавидят вот ненависть к путину она затмила мозги очень многим и поэтому нулю как при стали на любого покажи а растет все значит и враг народа а ты за трапа значит из-за путина все никаких других аргументов это кстати какая-то шпионская штука я тоже не помню откуда это было но там значит типа главный шпион учил маленького шпиона что ты врага должен очень нежно любить потому что если ты любишь своего врага вот тогда ты знаешь куда ему ударить чтобы его убить насовсем и ты должен его любить в засос то есть ты вообще ты должен прониктутся врагом потому что ты поймешь как он думает ты поймешь как он мыслит ты поймешь как он действует и вот только тогда ты сможешь его убить стоящее и у нас у нас тоже есть такая поговорка keep your friends close but your enemy even closer то есть держи придерживай своих друзей близко к себе а врагов еще ближе я же время имею вот этот аргумент в украине что язык это не может быть врагом язык это всегда друг любой язык а язык врага это вообще твой лучший друг когда ты понимаешь что но это сложно там потому что много обиды ответил на мой вопрос все-таки я думаю что ответил ты понимаешь что но ты еще там у нее сказал что у меня есть тараканы как у табаха тараканы в табаха свои тараканы вот я тебе скажу про моих тараканов не трогай мои тараканы каждое утро 3 часа утра строятся хором поют с чего начинается родина мои тараканы дисциплинированные тараканы не то что у вас там штатских гражданских они такие когда хочет просыпаются что хочет творят ты меня сегодня удивил очень-очень удивил потому что ты мне в три часа ответил на какой-то вопрос я думаю тараканы проснулся когда тараканы я был убежден ты спишь их спокойно увидишь этот вопрос там 7 утра а ты мне тела и благополучно пошел дальше спать я россии думаю россии думаешь ты знаешь я просто уже просыпаюсь иногда ночью но у меня это было всю жизнь я просыпаюсь где-то в 3-4 утра потом опять засыпаю я своим подчиненным там в 3 утра посылал там когда имела было посылал имел что нам надо делать с утра я понимаю что они с утра сейчас придут на работу на службу и прочту там командир совсем долбанулся в три часа еще работает он я говорю я работаю я служу ты знаешь что сейчас это это запрещено сейчас делать в крупных фирмах запрещено они поняли они поняли это выключать свой имел в 22 часа и включать только в 6 утра не можешь ты вот так теперь в 3 утра потому что сам понимаешь у них конечно фуражки слетали с голова когда они получали твои имейлы это долго не но они-то получали когда они проснутся там пока у нас там зарядка то сюда душ они открывают там в 6 7 утра думать елки-палки вам в 3 часа написала я ему еще не ответил они все а я еще сплю конечно но этот трюк долго не работал тоже раскусили быстро это знаешь это мне напоминает анекдот когда сталин пельше звонит в 3 часа утра говорит товарищ пельше он говорит да точно да 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 он говорит я вас не разбудил нет нет работа а что вас еще не арестовали нет 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 а ну тогда спокойной ночи ну в общем да черный я обожаю черный юмор то есть я представлю себе что этот пельше бедный как он как он прожил остаток этой ночи знаешь я еще себе в 3 часа ночи всегда говорю что когда я буду с тобой и вести разговор я не упомянул шутся потому что ну хватит но надоел опять присылает это слышал ты посмотрел ты посмотрю тебе тоже его выступление когда он говорит я сразу знал что досье стила это было фейк что это было придумано и всегда об этом говорил но к сожалению журналюги эти падлы не напечатали вот хотя я полы хотя я помню как он говорил точно он говорил у гордона на программе он говорил что компромат на трампа есть вот пожалуйста что с проститутками он был там в гостинице что все и почему-то нигде он тогда там не упомянул что вот он считает что это фейк что досье стилы это сфабриковано хотя много людей думал много профессионалов говорили да субер щеки сами говорят сфабрикованы это видно что это сляпана нету ничего нет в чем и проблема что начали расследование зная заранее что это сфабрикованное вот где сейчас у нас проблема-то на и в этом что сейчас будут лететь головы я надеюсь будут лететь голос они не заметут это ну да ладно хватит про него я хочу сказать так что же делать что делать теперь вот это вот проблема будет а там где беженцы там где они недовольны там где их так используется начнутся террористические акты начнут начнутся много неприятностей для я надеюсь я надеюсь откровенно говоря что поляки их не пустят поляки не пустят потому что я тоже думаю что поляки не пустят правда там есть граница с литвой в два раза больше чем граница с Польшей, но пока что они на польской границе, значит, и они останутся тогда у Лукашенко, и тогда это будет проблема Лукашенко. Кстати, хорошая новость была сегодня из Турции. Турки перестали сажать в свои самолеты, в свои чартеры сирийцев, афганцев, пакистанцев, которые вылетают в Белоруссию. То есть, турки в этом смысле, там, я так думаю, что вы на них надавили немножко, и Эрдоган сказал, что, ребята, да, мы играть в эту игру не будем, если Путин хочет играть, у него есть другие возможности играть, потому что была еще информация, значит, вот турки не отказались сажать всех этих людей в белорусские самолеты, а есть информация, что Путин прорабатывает железнодорожное сообщение с Узбекистаном и с Таджикистаном, чтобы перебрасывали по железке через территорию России к Белоруссии конвои с этими самыми беженцами. Тех, кого не будут пускать в самолеты. Вот такая инфа прошла, причем мне человек написал источник изнутри железной дороги, то есть источник из железной дороги российской и инфа проверенная. Ну, за что купил, за то продаю, вот такая инфа. Я не удивлюсь, я не удивлюсь. Я ожидаю любую подляну, любую вещь. И потом же он будет говорить, ребят, ну вы, эту проблему надо решать с беженцами. Так он уже... Понятно, понятно, что поляки, фашисты, латыши, фашисты, Европа, геевропа. Понятно все это, поэтому Дадарину, и без меня вы ее не решите, надо ее решать со мной. Это его старые манеры или его окружения. Ну, конечно же, людей жалко. А Эрдоган тоже фашисты. Его сейчас фашисты. Европа сейчас включится, и Америка тоже включится. Скажите, вы должны их принять. Эти люди беженцы, вы обязаны их принять. Вы не можете их не принимать. Это же фашистская Германия, получается, когда приведут евреев. Например, когда корабль Сент-Луис с тысячей евреями пришел в Америку, и Рузвельт не пустил и этому кубинцу Забуров. Тоже не разрешил их принять, и ему пришлось возвращаться. Все, тогда Гитлер понял свой зеленый свет. Батиста. Батиста, да. И когда и сказал, что все, эти люди никому не нужны, по барабану их можно убивать, и мне никто ничего не сделает. Вот и все. И после этого они все сейчас сразу это приведут в пример. А вот ты знаешь, кстати, очень хорошая реакция, потому что, откровенно говоря, я не ожидал, что ты мне приведешь этот пример, потому что мне кажется, что вот и Путин, и Эрдоган совершили самую большую ошибку в своей жизни. Потому что, поясню мысль, если бы Гитлер не боролся с евреями, он бы сидел бы сейчас. То есть мы бы, мы же бы сейчас бы, жили бы при Третьем Рейхе, у него бы была атомная бомба, у него бы была первая атомная бомба, и мы бы сейчас жить при Третьем Рейхе. То есть его главная большая, самая большая ошибка в жизни, это то, что он был патологическим антисемитом. Но обычно, обычно это не показывает людей с большим умом, если они патологически вообще кто-то расисты, антисемиты, это значит, что с ними что-то психически не в порядке. Потому что, вот смотри, я патологически ненавижу КГБшников. Вот у меня это в крови. Знаешь, после мамы, у меня мама продукт ГУЛАГа, не знала, что ты видел. Папа, ну вот всегда, мне даже говорили в Америке, когда мы жили, мне говорили, только с этими не связывайся. Только там ни ФБР, ни ЦРУ, все что, иди лучше в ВАЮ, иди лучше в ШУГ, только с ними, не подходи к ним, это ужас. Понимаешь, у меня патологическая ненависть, уже такая в генетическом уровне. Но все равно же я понимаю, что и среди вас были нормальные люди. Были, я их встречал сам. Я работал с КГБшниками в Москве во время военных пленных и без вести пропавших. Я встречал, что были абсолютно адекватные, нормальные люди. Понятно, что им было тяжело в этой системе, что им было, им продвижения не было, они там, да, дослуживались до майора, но подполковали, и все. Хотя я всегда думал, что там майор, это низкое такое звание у вас. Но все равно попадать. И нельзя всех всегда оценивать вот, что все как бы одно. Ну, нельзя. Вот это вот. Акульно. Конечно, есть коллективная ответственность. Я первый, который на тебя сваливаю эту коллективную ответственность. Я прекрасно это понимаю, я это знаю. В чем мне нравится, что ты это держишь, что ты это тоже понимаешь, что ты говоришь, ну, Юра должен меня ударить, потому что я был там на той стороне. И таким образом мне легче. Это же тоже психологическая терапия. Кстати, по этому поводу вот я отвечаю на вопрос, потому что меня спрашивают, чего у тебя стоит эта вот карточка твоя КГБшная за твоей спиной. А она у меня для этого и стоит. Это в смысле не в том смысле, что я горжусь этим делом, а в том, что я говорю, что, ребята, ну, а как я это могу выкинуть из своей жизни, если я в ней был, если я в этом дерьме жил, то я это дерьмо у себя и держу, и вот показываю, что да, вот у меня такое дерьмо в жизни было. И никуда от своей жизни я выкинуть его, к сожалению, не могу. И это правильно. Я вот абсолютно с этим согласен, потому что история есть история. Хорошая, плохая история, ее надо сохранять. Особенно, если ты делаешь про себя. Это вообще мужество должно быть. У меня дед служил в 22-м году в первой конной у Буденовой. У меня есть фотография, где он в Буденовке, там, сержант. И написано первая конная 1920-й год. И я, где бы я ни служил, я вешал эту фотографию, потому что это самая старая фотография военного в моей жизни. У меня не было никого кадровых военных. Ну вот его там призвали в 18 лет, и там, до 22-4 года или 5 лет он служил в Красной Армии Буденовцем. У меня было всегда так, это интересно. Я везвешу. Потом меня прислали служить в Польшу. Я повесил у себя в кабинете в Польше этот портрет. И когда поляки заходили, они падали в обморок, они краснели, они белели, они пыхтели. А меня тогда выгнали из России, я был персоном Анграда, я же пострадал из-за вас, из-за Хенсона. Кстати, из-за Хенсона. Это Хенсона дело было тогда. И меня, мой командир, адмирал, сказал, ты говоришь по-польски, поезжай в Польшу. Я говорю, нет, я не говорю по-польски, я говорю по-русски. Он говорит, я слышал русский и польский, по-моему, это один и тот же язык. И езжай, да. Я говорю, а вы говорите, он говорит, я вообще не на одном языке. Я английский-то плохо понимаю, так что у меня вообще ни одного, реально ни одного языка нет. В общем, я оказался таким образом в Польше, мне очень понравилась там служба. А там служили все ребята, как в Москве служили все, которые были выходцы из русскоязычной, то в Польше служили много польскоязычной. У меня командир был, его родители приехали из Польши, там и все мои сослуживцы, там были поляки, как бы сказать, но американцы. И вот он забегает ко мне в кабинет полковника, говорит, Юра, сними этот портрет, нахрен. Я говорю, чего я должен его снимать? Он говорит, снимай его нахрен. Я говорю, это мой дед. Он говорит, да хоть твой сын снимай нахрен. Я говорю, а в чем дело? Он говорит, ты что, не знаешь, что тут Красная Армия Первая Конная творила в 20-м году? Я говорю, нет. Он говорит, они занимались геноцидом здесь, не убивали. Это все равно, что ты Гитлера повесишь в Израиле и себя в кабинете. Конечно, и Рейд Тухачевского на Польшу, на Варшаву. Да, и я говорю, я говорю, раз так, да, я снял, это уже понятно. Тут уже такая боль личная, да. Конечно. Но, я считаю, что вот уничтожать памятники, сбивать там, уничтожать есть, это, ну, история есть история. И я считаю, что если ты никого не убивал, ты никого не сажал, ты же был в разведке, ты же просто добивался информации, ты никого не предал, как некоторые из нашего, да, круга общения. Почему ты не должен это выставить? Да, это было в твоей истории. Да, может, ты на тот момент делал, что ты делал, считал правильно. Расскажу такую историю. Я, когда служил в госпитале, там был один мужик, фармацевт, он был очень тихий-тихий, тихий-тихий, вообще не разговаривал он из кем. И он как-то подошел ко мне и говорит, а меня послали служить, я был наказан, меня отправили туда служить. Ну, у меня там, ну, я по сравнению со всеми, у меня много медалей, десантные, все эти, значки, все. Он подошел ко мне и говорит, Юра, приди ко мне на ужин. Я говорю, хорошо. Я вечером прихожу к нему на ужин, какой-то день мы выбрали, и только он и я. Я еще подумал, он, наверное, гей или что, что он от меня хочет. А он вот приготовил иду, он мне говорит, я знаю, что ты любишь это, это, он знал, какие там спагетти я люблю, приготовил спагетти. Все, вино выпили мы с ним по бокалу, я сижу, он молчит, я пытался с ним заговорить тоже, что не очень он идет на разговор, а он такой уже пожилой мужик, а я молодой. И потом он говорит, сейчас, минуточку, и уходит в другую комнату, и я такой сижу, и думаю, он сейчас выйдет там в цепях, в коже, сплеткой. Он, он выходит оттуда, разжимает вот так кулак, и в кулаке у него американский десантный значок. Я ему говорю, слушай, так ты десантник, ты брат крыла, этого свинцового. И я говорю, а я не знал, это классно, молодец, здорово, мы теперь с тобой в два в госпитале, которые... Он говорит, да, я брат крыла, он говорит, я десантник, только в Вермахте. Я говорю, как в Вермахте? Он говорит, мне было 17 лет, я был солдатом в Вермахте во время Второй мировой войны, я убил этого солдата, и снял с него этот значок. Я хочу, чтобы ты его забрал. Я ему нифига. Я говорю, почему я? Он говорит, ну, потому что ты десантник, и ты еврей. Я хочу, чтобы он был у тебя. Я говорю, послушай, дружище, это была война. Если бы ты не убил его, он бы убил тебя. Я уверен. Это твоя трофея, это твоя награда, это твоя заслуга. Ты ничего не сделал. Ты в то время, в 17-18 лет, ты думал, что ты воюешь за правду, за свободу, там еще чего-то. Тебе набили мозги этой всей херней. И ты пошел воевать, и честно воевал, и ты в честном бою убил врага. То, что он был мой, это, конечно, неприятно. Но ты ничего плохого не сделал. Ты должен оставить это себе, отдать своим там внукам, или кому. Я говорю, зря ты это отдаешь мне, я это не возьму, это не моя заслуга, это не моя трофея. Я бы точно так же, как и тот солдат, которого ты убил, такого же, наверное, молодого парня, сняли бы с тебя твой десантный значок и забрали бы себе. Поэтому я говорю, остались. Я помню, как он расслабился, я думал, мамма миа, вот столько лет он носил это на себе. Но он ничего не сделал неправильного, он ничего не сделал плохого. Он по своей натуре был прекрасный человек. И, наверное, бы прожил счастливую жизнь, если бы война его не искалечила. Он такая же жертва войны, этот 17-летний немецкий парень, как и тот, которого американцы, я не знаю, кто он был, которого он убил. Может быть, даже он был еврей, я не знаю, потому что вот это еврейство его мучило все время. Но после этого он всегда ходил, улыбался мне, обнимался со мной. И такой он был более-менее радостный. Как бы я отпустил его грехи, что ли, я не знаю, какие грехи, потому что я считал, что никаких грехов на нем нет. Вот такая история. Поэтому то, что у тебя стоит за твоей спиной, и я не думаю, что ты чего-то плохое сделал. Ты служил своей родине на тот момент, ты считал, что это правильно. В какой-то момент ты понял, что это неправильно, это забирает сильного человека. И ты делаешь другое. Да, наоборот. Хотя на самом деле все будет. Единственное, что ты делаешь неправильно, это то, что ты гнешь против Трампа. Окей. Ну так вот, когда мы вспоминали про историю с евреями и в Третьем Рейхе, ты знаешь, я так думаю, что вот эта история с иммигрантами, с мигрантами на белорусской границе, это вот такая же ошибка Путина и Лукашенко, потому что они, скорее всего, не понимают, что вот это может испугать Европу гораздо больше. То есть вот Европе, строго говоря, это очень обидная вещь для украинцев. Европе абсолютно насрать на Крым и на то, что происходит на востоке Украины. Это, я скажу, к сожалению, это ужасная вещь, которую они не могут слышать, но в Западной Европе это не мешает спать никому. Абсолютно никому не мешает спать. То, что идет какая-то война, то, что Крым взяли, это никому абсолютно не мешает спать. А вот если мигранты окажутся на границе Западной Европы и полезут как тараканы через польскую границу, через литовскую границу, то вот эта картинка пройдет по всему нашему телевидению. У нас выборы грозят там через шесть месяцев у нас президентские выборы и явно совершенно Макрона в этом смысле не выберут, а выберут либо Марину Люпен, либо Эрика Зимура, любого человека, который говорит, что вот я с этими тараканами буду бороться там огнетушителями, я не знаю, там пушками, танками, чем угодно, лишь бы их никого не пускать. И вот я так думаю, что Путин с Лукашенко в этом смысле они не поняли, что они перешли красную линию. Может быть, не буду с тобой здесь спорить, может быть, но Путин, ну Лукашенко я вообще не беру в учет, но вот Путин и Эрдоган, да, это два больших игрока в политике. Я Лукашенко, кстати, к нему раньше относился очень принадлежительно. Я считаю, что он, кстати, хитрее, чем Путин. О, да, ну, хитрее не знаю, чем Путин, но он хитрец, он хитрец. Может быть, он... Потому что играть, представляешь, 26 лет. но все равно, Сережа, Сережа. Маленькая страна, без ресурсов, без ничего, которая находится между Европой и Россией. 26 лет играть так, чтобы тебя не сажали ни те, ни другие, он очень крутой мужик. Нет, он крутой, но все равно нет. Конечно, он... Он косел. Он не... Косел. Нет, но он не кали... Он не путинский калибр, это другой калибр. Он, да, он такой... Вообще, Беларусь, вот я считаю, на сегодняшний момент, сейчас белорусы на меня обидятся, многие мои друзья, я вообще считаю, что это не страна на сегодняшний день. Это такой большой партизанский отряд, традиционный белорусский. Во главе него стоит председатель колхоза, как было в белорусских партизанских отрядах, председатель колхоза становился командиром. И вот батька вот все время воюет с красными, с белыми, вот он все время там манипулирует все это, но все равно не школа КГБ. Какая бы, я знаю, у вас там разные, ты объясняешь, что очень хорошо, и там Путин был не в самой лучшей, но все равно КГБ. Никуда не денешься. Хитрый Путин. Хитрый и не дурак. Далеко не дурак в том смысле, в хитрый смысле не дурак. Конечно, можно сказать, и Сталин был не дурак, и Гитлер были не дурак, и все остальные полпады был не дурак. Но дело все в том, что, конечно, то, что они творили, это было неумно. Неумно для своего же народа это было хуже. Они делали только хуже всем, и самим себе в первую очередь. Поэтому сами эти ходы неумны. Но они были хитрые. Они были хитрые, каризматичные. Путин ты никуда не отнимешь. Он каризматичный, он иногда говорит вещи, и ты не можешь с ними не согласиться. Да, больше того, там есть на 70% то, что он говорит, он же говорит правильные вещи. Правильные вещи, да. И другое дело, что он говорит эти правильные вещи, думая абсолютно о другом. О другом, да. То есть, знаешь, мне нравится рассказка про него. Если вы видите Путин, что Путин на экране телевизора шевелит губами, значит, он опять о чем-то врет. Нет. Ну, часто, часто врет. Я согласен, что он думает о другом. Правильные вещи. У него несколько ходов вперед продумано. Он выйдет дальше. У нас это есть. И, конечно же, он говорит языком, который люди понимают. Ну, и потом, вот Лукашенко, опять же, значит, это мигранты. И плюс он говорит, что я там вам опять перекрою крантик, газовый крантик. Ребята, ребята, они доведут Европу до такой степени, что газа с востока не будет, не будет качать никто. То есть, все уже, французы уже... Этого и не было. Опять же, я тебя возвращаю... Я тебя обратно возвращаю во времена Трампа, когда у нас мы были самые большие экспортеры нефти и газа, потому что он разрешил добывать нефть и газ, и сланцевый газ. И все, мы это слали в Европу, и все такое. И у Путина было перекрыто. И он... Экономика падла. И Путин вставал на колени. На следующий же день, как пришел Байден, он снял санкции из Северного потока и наложил санкции на наш. Кистон поток. Все. Нельзя с Канады гнать. И запретил добычу нефти на федеральных территориях. Только вот частники могут нас забывать. И мы опять начали экспортировать нефть. Час бегает повсюду. А ОПЕК просит, чтобы они увеличили добычу горючего. А они говорят, нафига нам надо это? У нас деньги сейчас пошли из-за этого. Раньше мы теряли деньги при Трампе. А сейчас мы зарабатываем деньги за ваш счет. И Путин начал вставать с колен. Вот тебе Трамп и вот тебе Байден. В этом смысле у меня абсолютно нет расхождения никакого. Я совершенно четко всегда говорил, что в этом смысле с Трампом я был абсолютно согласен, потому что он последовательно проводил политику. Причем политика, кстати, в вашу сторону, потому что вам выгодно продавать свою нефть, вам выгодно продавать свой газ, который, кстати, был дороже, чем путинский и аравийский. И по этому поводу было понятно, что он решает вашу экономическую вопрос, прежде всего, экспорта. Ну а что он должен решать в первую очередь? И с другой стороны, Солдовская Аравия или Россия? Попутно бьет Путина с его газом. Что же вам в нем не нравилось? Все. А теперь Украина оказывается в такой ситуации. Израиль оказывается в такой ситуации. Все равно идут и говорят. Все равно гонят. Я тебе сказал, что мне не нравится. Мне не нравился его твиттер. Вот что мне не нравилось. Так не читал бы его твиттер. Вот я не читал. Нельзя было не читать. Я тебе скажу, что это не важно, нравился он тебе или не нравился. Дело в том, что он не нравился нашим массовым новостям, потому что он обходил их. Он разговаривал напрямую с народом таким образом. У него было 100 миллионов подписчиков. 100 миллионов они взяли это убрали. Вот тебе свобода слова. Нравится, не нравится. Нельзя так делать, что нравится, не нравится. Ты видишь, что он делает. Видишь, что у него получается. А что он пишет, что он говорит. Гордону не понравилось, что он опустил глаза, когда он говорил. Послушайте, вы называете себя патриотом, он сделал то для Украины, это для Крым. А вы опустил глаза. И все. И все не считается. Это ненависть. Это ненависть, которая затмила, засрала мозги. Понятно. Больше ничего. Про Твиттер я тебе другую штуку скажу. Твиттер, частная компания, когда ты подписываешь. Я знаю, я понимаю. На Твиттер, у тебя есть это самое, ты ставишь свою подпись, что ты согласен, что тебя могут закрыть в любой момент, любому человеку. И поэтому, Байден, Трамп, кто угодно, Табах, Жирнов, кто угодно нам могут закрыть в любое время. И Ютуб может закрыть. В этом смысле это, кстати, не свобода слова, а свобода частного предпринимательства. Компания дает нам возможность использовать ее ресурсы и может их закрыть в любой момент. Все верно. Но, но, когда компания закрывает это президенту Соединенных Штатов Америки, потому что считает, что они, он опасен для Соединенных Штатов Америки, а Твиттер у Айатолл из Ирана остается, где они призывают к уничтожению Америки и Израиля, у Талибана остается, они в свободности, то чувствую, что, может быть, они не совсем частные и не совсем объективные. Нейтральные. Что они пытаются и то же самое с Фейсбуком, то же самое с Ютубом. Вот мы с тобой на Ютубе некоторые вещи не можем сказать. Например, как прошли выборы в Соединенных Штатах Америки. Если мы скажем, что мы считаем, что то все, закроют наш канал. Но дело не в этом. Дело все в том, что все эти организации, они не регулируются. Ни Твиттер, ни Фейсбук, ни Ютуб. Почему? Они не регулируются как новости, или как телевизор, или как радио государством. Почему? Потому что они говорят, что мы не, у нас нет контента. Мы не даем свое мнение. Мы просто как площадь на улице. И кто хочет, высказывают, что они говорят. Поэтому у нас нет. И они не попадают под регуляции, как все остальные. Но на самом-то деле, они цензурой занимаются. Они подходят и срывают то, что им не нравится, что вывесил. И вот здесь у нас идут судебные процедуры. Но они такие сильные монополии стали. И ими управляют олигархи. Самые настоящие олигархи. Потому что они могут поменять политику в стране таким образом. Что эти монополии разрушить очень тяжело. Вот Трамп пытался сделать свой Facebook. Все атаковали, грохнули. и не дают. Потому что они говорят, что опасно для страны. Опасно для свободы. Знаешь, кстати, в этом смысле я бы был бы двумя руками, тремя руками, если бы он использовал антимонопольный закон, который был там против в 20-е годы. В 20-е годы антитрассовское законодательство, которое позволяло бороться с монополиями, которые были там, я не знаю, там в железных дорогах, в стали, в литейных каких-то делах. И очень эффективно, кстати, они боролись с этим делом у вас в Соединенных Штатах. Но вот сегодня не получается. Уже давно борются с ними и не получается. Не получается. Вышли другие платформы, но они их грохают. Или люди не подписываются, люди ленятся. Понимаешь, когда были те монополии, будь то там сталь, будь то железная дорога, будь то телефонная компания, эти монополии, мы за них платили деньги. Мы вот вытаскивали из кармана деньги, из кошелька, и за них платили. И поэтому мы говорили, нужна конкуренция, нужна конкуренция. Потому что мы хотели, чтобы было дешевле. А здесь это бесплатно. Люди думают, что это бесплатно. Это не бесплатно. Но у людей думают, что я включил, вот мне YouTube, я включил, вот мне Facebook, мне ничего это не стоит. Они не понимают, что стоит еще, сколько стоит. Потому что продают их информацию, продают, пихают. Но неважно. И поэтому, я думаю, все равно все вот сволочи, все упирается в бабки, все упирается в деньги. И пока это не будет что-то людям стоить, они не будут так активно пытаться это разгромить. Согласен. Все что бесплатно, это все халява. Халява, сэр. Халява, сэр. Нет, халява это другое. То же самое. Халява это бесплатное. Это вот когда я тебе расскажу, что такое халява. Разведчик, разведчик. Давай. По-русски это называется нашару. Да, да, нашару. А халява это было, когда начинался шаббат, во многих местечках в России, то вот Теви Молочник, он приводил свою корову и шел на шаббат. Начинался шаббат. Но корова, сволочь, она не знала, что шаббат. Она не понимала. Ее все равно, и было исключение, было исключение для молочников, что они могут доить корову. Вот корову доить можно, а остальную работу выполнять никакую нельзя. Они коров доили, но сдоив корову, продавать нельзя. Шаббат. Да, да. Шаббат. И тогда они брали это молоко и ставили возле синагог, и люди, которые ходили, могли просто брать это молоко. Потому что она на следующий день бы испортилась. Ну, тогда так было. И молоко называлось на еврике, на еврейском языке халяву. Халява как-то так. И вот это вот была халява. А по-русски это на шару. Вот то, что на шару, это на шару. А халява только по шаббатам. Ну, понятно. Ну, это, знаешь, как это вот ты мне сказал, так сказать, это с точки зрения еврейской культуры, которую, в принципе, там, ее никто не знает. Вот кроме тебя никто это не знает. Ну, как это не знает. Я тебе скажу, все зэки знают еврейскую культуру. Потому что шмон это тоже с еврейского. Шмон это шмон это восемь. Восемь часов начинался это обыск камер. И они говорили шмон. Это еврейское слово. Я считал себя продвинутым человеком в еврейской культуре. Ты мне открываешь вещи, которые я на шестидесятом, на шестьдесят первом году своей жизни наконец я узнаю вещи, которые я сроду не знал. Я просто это делаю специально, чтобы ты не выглядел моложе меня. Отлично. Это я так рассказываю. Мы напомним, что на год я на год старше Юрия. Окей. Значит, подарок вы нам прислали американский во Францию. Ну да. Что, статуи свободы обратно вам? Лучше, которая ходит, разговаривает и пять дней у нас в гостях находится. Называется Камала Харрис. Она у нас в гостях через четыре дня участвовала во всех церемониях, возлагала венок с Макроном. Потом у нас тут был такой форум мира Макрон устраивает теперь каждый ноябрь. Значит, такое, значит, абсолютно совковое такое советское мероприятие. с цветками, с цветками, значит, дети там всякие. А голуби, голуби белые. Голуби, голуби, голуби. Вот 30 человек там собрали какого-то народа. Значит, трюдок к нам приехал канадский. Там, я не знаю, там 30 каких-то человек. Как бы так сделать, чтобы эти голуби им обосрали. Все. Вот. И, значит, и больше того, и ливийская какая-то у нас там значит, конференция по Ливии. Куда даже приехали Лавров и Шойгу. Лавров и Шойгу. Путин их отпустил. Говорит, ребята, вот я сам не могу, конечно, потому что очень мне хочется проехать туда на ливийскую тему поговорить там с Макроном. Вот. Но из бункера выйти не могу. Вот, значит, я пошлю Лаврова с Шойгу. А китайцы приехали? Китайцы, не знаю, не успел. Он не выезжает. Он уже два года не выезжает. Не успел почитать. Нет, ну, самый главный китайцы точно не приехал, но могли приехать какие-то там министры китайские. Могли приехать. Много. Вот. И, значит, вот, ну, Хамала Карис, значит, нам, по нашему французскому телевизору, нам объяснили, что у нее очень низкий рейтинг у вас там 28 процентов и у Байдена 38 процентов. То есть, из всех вице-президентов это самый низкий рейтинг, который вообще был когда-либо. Вот. И, в общем, она так не очень сильно обнималась с Макроном и, в общем, вот. Ну, вот, вообще, ты-то был в курсе, что она... Не, ну, подарок. Ты-то был в курсе, что она приехала? Она в Европе. Я знал, что она в Европе, потому что идет в ее сторону очень много критики, что она еще, она отвечает за южную границу. Вот же то, что у нас проблема. Она там еще не была. Не была, да. И, кстати, нам это рассказали, кстати, вот по нашему телевизору. У нас телевизор в этом смысле работает классно совершенно. То есть, нам все рассказали, что у нее низкий рейтинг. И вчера я там до двух часов ночи смотрел, как собачились демократы и республиканцы на нашем телевидении, значит, через мосты по поводу того, как у вас там все хорошо или плохо в зависимости от того, кто с какой стороны смотрит. Ну, как бы ты ни смотрел, куда цены на бензин сумасшедшие. Да. Инфляция. Практически, да, удвоились. Да, инфляция, ну, в некоторых штатах, да, у нас от штаток штат уже, инфляция сумасшедшая. Вот я сейчас в Майами живу, вот люди мне не дадут собрать. Купить здесь уже практически ничего, ну, невозможно нормальному человеку купить. Если, когда я купил здесь квартиру, это были вменяемые цены какие-то, то сейчас уже невозможно. Такой человек, как я, уже здесь, ну, ни к чему близко подойти не может. Потому что инфляция просто сумасшедшая. люди скупают здесь, плюс все люди с Нью-Йорка, Нью-Джерси, Калифорнии едут в республиканские штаты, потому что здесь хоть как-то вменяемо это есть. И люди не понимают одну вещь, что когда повышаются цены на нефть, повышаются цены на все. И это и есть, они говорят, да, но нам налоги не повышают. Так это и есть повышение налога. Цены на нефть, когда вы платите за бензин намного больше, это и есть налог на вас накладывают. Ну, в общем, много таких, много, конечно, людей недовольных. А вот что еще Швец сказал, что вот врет он, сволочь. Как это говорит, врет и лучше не краснеет. Он сказал, что да, в Вирджинии, который был всегда демократическим, штат выигрывает республиканец, но мы смотрим, у которого нет никакого опыта в политике, он бизнесмен, никогда не был, и он сразу губернатора выигрывает. Швец говорит, это потому, что он отдалился от Трампа. Тране, наоборот, Трамп эндорс, там его, Трамп все время о нем говорил, и он делал, что он трампист. Это правильно. А вот как губернатор, который проиграл вот этому дебилу в Калифорнии, который уже люди не знают, часть Калифорнии хочет отделиться из-за этого, он опять выигрывает выборы и проигрывает республиканцу, который был очень популярный. Почему? Потому что тот как раз-то и отделился от Трампа. И вот это показатель, так вот, Швец он делает это все точно с ним наоборот. Точно так же, как он все упомянул про Данченко, кроме того, что Данченко гражданин России, и что он работал на ФСБ. А так все, он говорит, это идиот, мужик. Но я не понимаю, почему, нет, я понимаю, почему так много, почему у него в два, в десять раз больше подписчиков, чем у нас с тобой, почему у него в десять раз просмотров больше, чем у нас с тобой, потому что все-таки больше идиотов, и, конечно, он умеет рассказывать такие интересные, захватывающие шкировские истории. На самом деле, он попал в тренд, он попал в тренд, потому что его раскрутил Гордон в 2015 году, потом его стали приглашать, у него, кстати, очень много украинцев подписано на его каналы, и он стал играть на том, что он этнический украинец, и вот когда его раскрутили, он создал этот канал, и потом обосрал всех с головы до ног, и на этом деле у него получалось там по пять тысяч человек подписки в день, в день, начиная там с июля месяца. Вот. Сейчас, кстати, он немножко там, сейчас он немножко замедлился, вот, но у него, у него в этом смысле еще даже лучше, какая штука, то есть, во-первых, у него высокая очень подписка, там 127 тысяч, да, а во-вторых, у него просмотры, просмотры, они так можно, не как подписка, как просмотры, а его разве Гордон, по-моему, первый Фейган его выставил, его раскрутил, Гордон, а потом уже его стали приглашать уже там во всякие другие, другие дела, в другие места, вот. Ну, в общем, это все понятно, но с другой стороны, знаешь как, а это то же самое, как Саша Сотник, который раскрутился до полмиллиона, а теперь у него там просмотры там по 10 тысяч, для полумиллионного канала это вообще ничего. Потому что тоже был антитрампистом, потому что тоже топил только против, вот Трамп для него было, как, знаешь, красная тряпка на УБК. Опять же, потому что затмило мозги, а, за Путина, вот ненавижу Путина до такой степени, что любой, покажи, что, а вот он за Путина, все, враг номер один. Чего я за Путина, где ты взял, что я за Путина? Я как раз, самый, Путин меня два раза выгонял из России, я дважды еврей Советского Союза, я дважды был один раз персоном Натграда как американец, а второй раз как натовец. Третьего раза уже не будет. Кстати, ты говорил, вот я хотел тебе тоже сказать, это очень-очень хорошо, ты мне дал хорошую идею, что ты даже не приглашаешь там родственников и знакомых, если они хотят, потому что ты, ну, и правильно делаешь, боишься за свою безопасность, а вот у меня все время друзья и родственники приезжают, потому что я в Майами, вот они все время находятся, и у меня все время кто-то со мной живет, кто-то ко мне приезжает, и я хочу использовать этот же момент, сказать, слушайте, я волнуюсь за свою безопасность, я не, пожалуйста, но я тебе скажу, что был такой момент, меня в Россию не впускают, я не въездной, был такой момент, когда мне вдруг люди, которым там, ну, я там в ресторане пару раз был, там, на день рождения они меня пригласили, вдруг они мне все начали звонить, и говорят, Юра, приезжай, все, тебя никто не тронет, все, я гарантирую, приезжай, приезжай, в этот момент я понял, нет, мне лучше не ехать туда, лучше, у тебя этот самый звоночек сработал, вот да, ты говорил, что должна же быть чуйка какая-то у человека, если вдруг все начали говорить так, значит, тут что-то не в порядке, что-то не в порядке, да, вот это очень здорово, потому что это, когда вот оно есть, это очень хорошо, потому что вот я рассказывал про Литвиненко, у него это не сработало. Да, вот я слышал про Литвиненко, знаешь, я тоже, у меня тоже таким, я слышал звонок, помню, что ты об этом говорил, но не помню где, а, кстати, у меня эта чуйка сработала и с Трампом, я сначала, первоначально был очень так скептический, но потом я увидел, что на него все налетели, честно, не честно, вот все сразу, как по команде, и я начал уже тогда следить, только тогда я стал такой, это же правильно, и это сработало, все говорили, что не сработало, а у нас сработало, будь то Корея, будь то... И то же самое было с Илларионовым, вот откуда я вышел на Швеца, на этого, на Юрия Рашкина, на всех остальных, потому что они все, как по команде, налетели на Илларионова, и я, подожди, я говорю, так это же правильно, что он говорит, и это правильно, да вот это правильно, я слушал, а они все налетели, налетели на него, моментально, как по команде, вот так вот, я подумал, Слышал его новый проект «Триллион долларов для Украины». Что думаешь по этому поводу? Я тебе скажу, что у нас с ним была совместная встреча в Украине. Мы провели программу, где мы там знакомимся с публикой. Люди пришли, нас слушали. Было довольно-таки очень интересно. Много людей пришло. И я говорил о ошибках Афганистана, выученных. А он потом говорил о вот этих триллион долларов для Украины. Я тебе вот что скажу. То, что он говорит, для меня, мне понятно. В какой-то степени мне понятно. Я понимаю, что да, это так может. Но с другой стороны, я точно так же понимаю, что я не экономист. Вот он мне сидит рассказывает, я понимаю. Посади сейчас другого экономиста, который будет говорить противоположное этому. И я тоже могу понять. Потому что я не экономист. Самое, знаешь, самое большое гений в том, что я понимаю, что я ни хрена не понимаю. И не боишься это сказать публично. Да, потому что, допустим, я могу иметь там какой-то военной стратегии. А какой-то, ну на уровне, все равно на уровне дивизии. Не больше. На больше я, у меня нету. Нету ни опыта, нету вот этого взгляда. И ты тоже. Мы такие, мы специалисты в какой-то сфере. Мы можем что-то там угадать, или что-то понимать, или аналитически что-то проработать. Но все все не знают. Есть люди, особенно журналисты. Вот они знают все про все и везде. А нормальные люди, нет, они не так. И вот Иларионов, он явно, ну не может быть, чтобы у Путина он продержался там 6 лет, быть экономическим советником. Да, идиот не понимает ни черта в экономике. Не может, ну просто не может быть, потому что не может быть. А я понимаю, что он как экономист, он сильный человек как экономист. То, что он говорит, я понимаю. И то, что он говорит про политику с политической точки зрения, особенно про Россию, я тоже понимаю, я с ним соглашаюсь. Я не во всем с ним соглашаюсь, кстати. Многие думают, что я во всем с ним соглашаюсь. Нет, например, я со многими не соглашаюсь, что Путин пойдет войной на Украину, вот в лобовую. Я считаю, что не пойдет. Надо готовиться к этому, обязательно, готовиться к этому надо. Но не верю, что он пойдет. А чем больше подготовлены к этому, тем меньше шансов, что он пойдет на это. Но это не в его характере, во всяком случае. Это, с одной стороны, не в характере, а с другой стороны, он прекрасно, вот в этом деле, он прекрасно понимает, что война настоящая, это красная линия. Потому что сейчас его никто не может обвинить в том, что он воюет. Потому что он говорит, а вы докажите, где мои солдаты, где, где мои солдаты. И потом не только это, а потом ему уже, зачем ему воевать? Он всего добился. Он рукопожатный, президент Соединенных Штатов, ему про маму рассказывает, летает к нему. Сейчас прилетел по какой-то причине наш директор ЦРУ в Россию. С чего наш главный разведчик полетел? Вот у тебя хороший вопрос, почему он туда полетел? И, во-первых, почему он полетел в Россию? Обычно же как? Если тебя вызывает директор в свой кабинет, значит, что-то хреновое. Если директор приходит к тебе в кабинет и хлопает на плечо и говорит, молодец, все, хорошо делал. Поэтому такое впечатление, что его вызвали в кабинет, к начальнику. И он полетел туда, и что они там делают? Понимаешь, чего ему сюда? Макрон, Мерк, все, все уже с ним. У него вот только единственное, что может быть, он еще бодается с Эрдоганом. Так Эрдоган бодается и с НАТО, и с Америкой. Я тебе как шпион скажу одну штуку, вот какую. Директор разведки... Я тебе как шпион шпиону скажу одну штуку. Нет, я не сказал шпион шпиону. Я тебе как шпион скажу, что пока директора разведки никто не знает, это разведка. Пока директор разведки сидит у себя в кабинете и собирает доклады своих разведчиков, своих шпионов, это разведка. Когда директор разведки Нарышкин приглашает какую-то там ЗАД журналистку к себе в Ясенево и сидит с ней там на крыше своего Ясенева и дает ей интервью, на этом закончилась разведка. Когда директор ЦРУ начинает приезжать в страну, которая является главным противником НАТО и Соединенных Штатов Америки с точки зрения разведки, разведки никакой уже нет. Все, у вас уже нет никакого ЦРУ. У вас нет никакого ЦРУ, это все. Это уже, я не знаю, там, это может называться СНН, это может называться там Ютуб, это может называться какой-нибудь там канал, какой угодно, но это уже не разведка. И разведки в этом смысле нет теперь ни у Путина, потому что у него Нарышкин такой же, ни у вас, потому что у вас директор ЦРУ теперь ездит в Москву, с кем-то там разговаривает, с Патрушевым, с Путиным, с кем угодно. Ну, то есть, представляешь себе, да, вот, опять же. Нет, не представляю, я даже не мог себе представить, извини, я даже не мог себе представить, когда вот саммит организовывали, организовывали это не министры иностранных дел, как и должно быть всегда, а начальники разведок, нацбезопасности, я имею в виду, начальники национальной безопасности России и Соединенных Штатов Америки. Да, а теперь, кстати, Салаван, вот тоже его привлекает по этому делу с Данченко, оказывается, Салаван, ну, наш директор по национальной безопасности сегодняшней, оказывается, он тоже в этом деле замешан с этим стил-досье. Да, вообще, вообще, это досье у вас там это самое, сейчас начнут, у вас тоже начнут, может быть, сейчас чиновники из окон выпадать, летать, как в Берлине. Послушай, я тебе скажу, я не знаю, что я, кто-то, уже много там разных разведчиков, всех этих аналистов говорят, почему он выпал из окна. Да, я тебе такую и скажу вещь, когда-то в Египте они написали, что акулы атакуют русских туристов, и русские перестали приезжать в Шарман-Шейк, потому что там акулы атакуют, а акулы эти натренированы специально израильтянами, чтобы атаковать русских туристов. Вот прямо оно было написано, это в журнале все такое. Потом я понял, когда несколько раз меня попросили тут помочь, потому что человек, который говорит по-русски, попал в больницу с укусом акулы. И каждый раз, когда у нас акула кого-то здесь атакует, это русскоязычный человек. И вот я думаю, наверное, это вы, КГБ, натренировали наши акулы здесь, атаковать русских туристов, но выясняется, выясняется, потому что я, как швец, провел контрразведанную работу, все изучил. Оказывается, это всегда происходит где-то вечером, уже когда сумерки. Человек наш, русский язык родной, можно так сказать, он выпивший крепко и зачем-то ударил акулу в нос. Вот зачем ты бьешь акулу в нос? А потому что ему кто-то сказал или где-то он прочел, что если ты акулу ударишь в нос, она уплывет. Она, сука, меня укусила. Вот спросишь, зачем? Вот она тебя трогала, она себе плыла и плыла. Зачем ты за ней погнался? Зачем ты ее ударил в нос? Зачем ты пьяный вечером вообще еще купаешься? Но можно это сказать, что она тренировала КГБ этих акулов, потому что они исключительно кусают русских туристов. Понимаешь, какая вещь? Вот я думаю, что из окна русские падают, потому что нажрались, блин, как свиньи. И долбанулся он с окна или с балкона. Ну, постоянно это происходит. Постоянно или пьяный, или обдолбанный, или еще что-то. Это моя теория. Но... Да, понятно. А среди дипломатов ты знаешь, это есть такое, что они... Да, конечно, нет, это понятно. Я, кстати, в последней передаче, я, кстати, об этом рассказывал, что Швеца, когда выгнали за пьянство, его выгнали не за то, что он пил, потому что все пьют. Потому что если ты не будешь пить, разведку надо закрывать, и дипломатию надо закрывать, потому что все происходит, вся разведка и вся дипломатия только исключительно за рюмкой водки, виски там и всего этого дела, да? Вот. Его выгнали, потому что он слишком много пил, потому что до такой... Он не умел пить, да, потому что там в этой книге написано, что на него жалуются, что он напивается до такой степени, что с ним невозможно... Ну, неадекватный человек становится. Он неадекватный человек. Например, я выпью, и я становлюсь добрый, начинаю раздавать всем деньги, слайд, и потом засыпаю. А есть люди, которые выпьют, и им за державу начинает становиться обидно, и они начинают это... Поэтому Путин не пьет, потому что он тоже плохо держит алкоголь, он тоже становится буйным, да, когда... Ну, тогда честь, ну, тогда это слушаю, тогда хвала ему, если человек может это контропонимать и контролирует это. Да, он знает это и контролирует, и в этом смысле все нормально. А к чему, кстати, мы все это дело говорили с тобой? А сколько мы уже говорим? Мы, по-моему, надоели наше... Мы с тобой говорим уже час десять, да, ну, мы там подрежем, там барачок какой-нибудь. Обрезание, обрезание, что ты хочешь сделать. Вот, да. И, ну, в общем, все, Гарри, мы с тобой, это самое, Юра, мы с тобой поговорили сегодня классно. Спасибо за беседу, да, и до новых встреч в эфире. Так же. Всего хороших тебе выходных. Окей, взаимно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.